Вступая в брак, мы клянемся друг другу в верности, рассчитываем прожить вместе долгие годы, вырастить детей, дождаться внуков и умереть в один день. И все эти годы любить друг друга. Первые несколько лет супружеской жизни текут именно по такому сценарию. А потом некоторые пары вдруг обнаруживают, что пропал куда-то тот накал чувств, та страсть, те эмоции. А еще через пару лет замечают, что и любовь куда-то ушла, испарилась. И вроде все замечательно. И супруг хороший, и дети растут, и быт устроен, но не хватает той новизны чувств, все приелось и хочется заново влюбиться. Энтон Пепеп? Понятное дело, зачем влюбляться в кого-то, если вот он муж, добрый, заботливый и понимающий. Надо только взглянуть на него по-новому и опять воспылать чувствами. Одно то, что вы решили заново его полюбить, достойно уважения. И говорит о том, что чувства к нему еще остались, что вы помните, за что любили его раньше, и собираетесь приложить максимум усилий для счастья своей семьи. Как заново полюбить мужа, взгляните на него с другой стороны. Если за годы брака тяжело это сделать, то создайте такую ситуацию, где он сможет по-новому раскрыться. Если вы не были в совместном походе, то сходите с мужем, позвольте ему быть добытчиком. Если вы не были в горах, то съездите туда вместе. Если ваш муж любит футбол, а вы нет, то все равно сходите с ним на матч, возможно, увидев его в роли болельщика, вы обнаружите неизвестные вам ранее качества. Устраните бытовые раздоры. Если вас раздражает незакрытый тюбик зубной пасты, то не молчите, расскажите мужу. Только спокойно, без нервов, криков и упреков, а проникновенно и доверительно. А если его раздражает брошенное, куда попало кухонное полотенце, ну так и поднимите его и повесьте на место. Прислушайтесь к своему мужу. Да, привычку изменить нелегко, особенно если вам она никаких хлопот не доставляет, зато этим вы доставите радость близкому человеку и устраните конфликтную ситуацию на корню. Отдохните друг от друга. Съездите в отпуск, в командировку, к родителям. Начните скучать по мужу. Вернувшись, вы будете светиться от счастья снова быть с ним рядом. Выходите в свет. Посещайте с мужем театры, музеи, выставки, ходите в кино, читайте книги. Расширяйте список тем для разговора. Работайте. Если вы не работаете, то прямо сейчас начните искать работу. Финансовая независимость позволит вам чувствовать себя увереннее, а мужу гордиться вами. Кроме того, постоянное нахождение в коллективе отвлечет вас от скуки, одиночества и безделья. У вас не будет времени для долгих мысленных раздумий относительно исчезнувшей любви к мужу. Вы не будете накручивать себя, и, возможно, вскоре чувство сами собой нахлынуть вновь. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Пишите друг другу любовные письма, оставляйте записки на холодильнике, дарите открытки. Проявление чувств нежности и внимания каждый день и есть признаки любви. Составьте список достоинств вашего мужа или просто того, что вам в нем нравится. Вы удивитесь, как много на самом деле выйдет пунктов. Список даже можно подарить ему на какой-то праздник. Возвращая любовь к мужу, стоит вспомнить о безудержной страсти, присутствовавшей в вашем браке ранее. Советы по соблазнению собственного мужа. Выбросьте старые халаты, шорты и майки. Обновите, наконец, домашнюю одежду. Сделайте стрижку, укладку, макияж, маникюр, эпиляцию. Дайте мужу вспомнить о том, что вы красивы. Займитесь спортом. Улучшится здоровье, фигура, осанка, походка, соответственно, повысится интерес к вам со стороны мужа. Купите много красивого белья. Можно в придачу приобрести эротические костюмы. Флиртуйте и стройте глазки мужу. Проводите эксперименты в интимной жизни. Вносите новшества и разнообразия, воплощайте свои фантазии. Спите нагишом. Сравнивайте своего мужа с другими мужчинами и отмечайте про себя. Мой муж лучший, потому что... Не забывайте хвалить его и говорить о своей любви, и она обязательно вспыхнет вновь. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.